Этот выпуск Симбирской Куркосветки не будет похож на остальные. Мы не поедем путешествовать по Ульяновским районам и не отправимся в гости в соседние города. Начинается май, открывается новый туристический сезон. Где и как его встретить, об этом сегодня и поговорим. И начнем мы с излюбленного места для путешествий одного дня – национального парка Сингелеевские горы. Весна – лучшее место для его посещения. Тем более, что этот туристический сезон Наспарк начинает с хороших, а главное – долгожданных новостей. В 2023 году, с января месяца, мы сменили зонирование, и Арбугинская гора и Грануха теперь доступны для посещения туристам. Но для этого, как и всегда, нужно взять разрешение и свободно можно гулять и посещать наши заповедные территории. Открытие Арбуги и Гранного уха ульяновцы ждали с 2017 года. Путаница с зонированием сделала самые красивые вершины региона недоступными для туристов. Но наконец-то вопрос решился. И хотя обустройство маршрутов еще в процессе, для посещения горы уже открыты. Правила здесь те же, что и на всей территории нацпарка. За шлагбаум на машине не заезжать, с основной тропы не сходить, не мусорить, растения не рвать, не топтать. К местным крылатым и четвероногим жителям не приставать. Их, кстати, на тропах Сенгелеевских гор сейчас великое множество. Сурки не нарадуются весеннему солнышку и не прочь попозировать для туристов. Застать их на Тушнинских холмах можно ближе к полудню. К визиту в нацпарк лучше подготовиться заранее. Вы заходите к нам на сайт, открываете вкладку «Выдача разрешений», легкая форма заполнения, вводите свои контактные данные и на почту вам приходит уведомление с разрешением. Можете сделать скриншот, можете распечатать, чтобы с вами разрешение всегда было при себе. Специальных туристических программ для майских праздников нацпарк не готовит. Но если вы соберетесь отдыхать большой компанией, можно заранее заказать экскурсию или интересный мастер-класс для детей. На экологических тропах есть беседки для отдыха, площадки для ретритов, лавочки, мусорные урны, туалеты. Дорожки расчищены, в местах подъема установлены лестницы. Чего на тропах нацпарка нет, так это точек общественного питания и магазинов, поэтому воду и еду лучше взять с собой. Совсем другое дело, если вы отправитесь на экоферму. Там вас и накормят, и напаят, и даже дадут подтискать кого-нибудь пушистого и очаровательного. Хозяйств принимающих туристов у нас в регионе сразу несколько. В Старомайнском районе отдохнуть на ферме можно в гостях у семьи Федотовых. Здесь вас угостят парным козьим молоком, дадут попробовать авторские сыры. Мощный заряд позитивных эмоций от общения с четвероногими обитателями фермы и полный отрыв от цивилизации непременно понравится и детям, и взрослым. Здесь единение с природой постоянно. Ты вот выходишь вечером кормить, и на небе большая полная луна. Еще солнце не село до конца, но луна есть уже. Либо ты видишь, как луна восходит. Большая красная луна. Красивые закаты здесь. У нас дом на холме. Место называют горой это. И виды вокруг потрясающие. В отличие от небольшого домашнего хозяйства Федотовых, смородиновый барашек в селе Смородино Сенгелеевского района – это огромный комплекс, где агротуризм – одно из основных направлений деятельности. Мы с вами находимся на уникальной молочной ферме. Таких ферм в России всего четыре. Наша самая молодая. Ей в этом году будет всего три года, при этом самая высокотехнологичная. И сегодня я вам расскажу, почему. Так начинается экскурсия по огромной овечьей ферме. Проводят ее не только для досужих съемочных групп, но для всех туристов, решивших отдохнуть в смородиновом барашке. Прогулка по ферме длится пару часов. И начинается она нетривиально – с дегустации овечьего корма. То, что в магазинах выдается за правильное диетическое питание – здесь ежедневный рацион поголовья. Экологически чистый и очень вкусный. Поели сами, покормили овечек, но на этом экскурсия не заканчивается. Вас проведут по всей ферме, начиная с детского сада. И даже дадут понянчиться. Мы еще кого-нибудь симпатичнее отловим, он улыбается. Прогулка по ферме сопровождается подробным рассказом об ее обитателях. Вас познакомят с племенным бараном Федором, покажут новорожденных ягнят, проведут в доильный цех, объяснят, чем овечье молоко отличается от коровьего и посвятят самые разные секреты большой овчарни. Единственное, куда не допустят – это в цех, где готовятся сыры. Нарушать технологический режим нельзя. Зато их дадут попробовать на специальной дегустации, а заодно расскажут про культуру поедания сыров. Да-да, все не так просто, оказывается. Здесь вам подадут сыр и на первое, и на второе, и на третье. И ни разу не повторятся. Вопреки всем опасениям, овечий сыр не имеет никаких специфических запахов и вкусов, если того не требует рецептур, разумеется. Впрочем, угощает сморозь на барашке сырами и из коровьего, и из козьего молока. Угадать, где какое – совершенно никакой возможности. Сыр при сочетании с другими продуктами, он меняет свой вкус. Вот. Поэтому сначала берем, пробуем сыр в его натуральном виде. Я предлагаю начать с самого по вкусу нейтрального, с камамберовой фруктовой изоле. Прямо возьмите кусочку, откусите его таким вот, какой он, собственно, и есть. Все очень вкусно. Было бы больше времени, остались бы на подольше. В сморозь на барашке огромный гостевой дом, есть банька. Если соберете сюда на выходные, бронируйте заранее. Хотя комплексу нет и года, туристы его уже успели полюбить. И приехав вот так, на удачу, не всегда можно успеть занять комнату. От шумного отдыха перейдем к более тихому. Хотя рыбалка – удовольствие круглогодичное, но именно сейчас, после демисезонья, открывают свои ворота для рыболов в частные пруды. Такие в Ульяновской области есть не только на основных крупных реках – Волге, Свияге, Сурее, Черемшане, но и на более мелких – Берюче, Урене и других речушках. Стоимость платной рыбалки варьируется от 200 рублей в Валуевке Кузоватовского района до нескольких тысяч на турбазах под Димитровградом и Инзей. Богатый лов гарантирован везде. Как правило, на частных прудах рыба прикормлена, где-то выращивается специально. Но в те варианты, что подороже, помимо удовольствия посидеть с удочкой, включены и другие удобства. Рыбацкие домики в Ульяновском районе – отличный тому пример. Стоят они на берегу Волжского залива в тишине леса. Даже санаторий Дубки, к территории, к которому они формально относятся, находится высоко на горе. В домиках есть все удобства – от душа и туалета до телевизора и посудомоечной машины. То есть вроде как отдых суровый, мужской, рыбалка в тиши и глуши вдали от цивилизации. Но при этом все ее блага доступны. Ничто не помешает наслаждаться любимым делом. Кто здесь водится, что за рыба и есть ли она тут вообще? Есть, конечно, потому что это рыбное хозяйство наше. Есть специальный рыбовод, он кормит эту рыбу, следит за состоянием рыб. Ну, сейчас они вот как бы в подростковом виде, весной еще ее никто не ловил. Там толстолобики, карпы, сазаны есть, щуки иногда ловятся. Вариант хороший для тех, кто любит отдыхать семьей. На подобных прудах вас никто и ничто не потревожит. И душу с удочкой отведете, и отдохнете на фоне дивных хондоровских пейзажей. Места здесь очень красивые. Знаменитое Волжское море. Разлив 42 километра. Даже не верится, что это Волга. Но, кстати, многие не верят. И, тем не менее, именно из-за этого вида приезжают сюда. Ходит байка, что однажды по Волжскому морю катали немцев, прилетевших в Ульяновск по делам государственным. Увидев бескрайние просторы, гости из Германии запаниковали. Подумали, что их похитили, обещали привезти в город на Волге, а привезли на какое-то секретное море. Правда то или нет, но в байку это легко верится. Стоит взглянуть на разлив собственными глазами. Здесь очень красиво. Природа. Волга у нас это самое широкое место. Люди не налюбуются. Ну, вы сами видите это. Ну, красота, что ли. Ульяновск, Димитровград, Ульяновский, Чертоклинский и Староманьские районы. Чемпионы по количеству турбаз, кемпингов и прочих мест отдыха и рекреации. Варианты размещения существуют самые разные. От почасовой аренды комнаты или беседки до посуточного пребывания в коттеджах повышенной комфортности. Цена будет варьироваться в зависимости от выбранного варианта и дня недели. Для размещения на майские праздники бронь лучше делать заранее. Желающих отдохнуть на лоне природы в эти дни очень много. Еще один модный в последние годы вариант размещения – глэмпинги. Но их сезон начнется чуть позже, пока их только разворачивают. Обещают открыться ближе к лету. Любителей такого отдыха будут ждать на базе кемпинга «Чайка», на Тушнинских холмах, под Шиловкой, на Тургеневских островах и в Майнском районе. Если же вам, с одной стороны, хочется отдыха на лоне природы, а с другой – в праздники тишины вы не любите, то добро пожаловать на хутор «Своя ферма» в Ульяновском районе. Особенно это место подойдет тем, кто планирует отдыхать с детьми. Ну и, конечно, здорово сюда приехать целым классом или группой детского сада. Для больших компаний здесь есть специальные программы, которые понравятся и детям, и сопровождающим их взрослым. Для детских групп от 15 человек у нас предусмотрена развлекательная программа. Это когда приезжает группа, в эту программу входит и квест, и мастер-класс, и вкусный обед, и развлекательно-танцевальная программа. Примерно 2,5-3 часа родители могут забыть о своих детях, отдыхать, наслаждаться природой, а детки будут все это время заняты и развлекаться. Для отдыхающих родителей на своей ферме есть беседки, кафе и отдельные домики, стилизованные под южный казачий хутор. Для детей – игровые площадки, мини-зоопарк, а самое главное – мастерские, где научат гончарному искусству, столярному делу и чеканке монет. Давайте, помогу, чтобы у нас с тобой отчетливее получилась эта монеточка. Вот так вот. Все, забирай. Понравилось? Ну и все, супер. А имя можно в академии? Нет, это монетки на счастье. А какие шанишки дети пекут в настоящей русской печи! Какие красивые подделки делают! Еще на хуторе есть целая аллея с именными деревьями ребят, которые они высаживали сами. Одним словом, мастер-классы на хуторе самые разнообразные, и не только для детей. Мы рассказываем взрослым, какие были правила и традиции питья, какие настойки, с чем употреблялись, как употреблялись, как вели себя хозяева, как их подавали. Это тоже очень интересно. Пять видов настойков, перелучаем медовуху. Это для взрослых. Как видите, на своей ферме заскучать не получится ни у детей, ни у взрослых. И если на майские праздники у вас сюда приехать не получится, не расстраивайтесь, приезжайте в любые свободные выходные. Здесь всегда происходит что-то интересное. Если же у вас нет собственного автотранспорта, или вы не решаетесь составить план путешествия по Ульяновской области самостоятельно, всегда можно воспользоваться услугами местных агентств и туроператоров. Как правило, они заранее подготавливают самые интересные выездные программы для майских праздников. Из любимых кучуры и соседней у нас рачейка, которые на границе Ульяновской и Самарской области. Ну, это, конечно, бестселлер. Мы туда ездим практически каждую неделю. Ну, вот Ундория сенгелей и языковые присланики. То есть, это, наверное, те маршруты, которые наиболее востребованы и детьми, и родителями. Особенно сейчас вот май месяц. И очень многие дети едут классами, с учителями, с родителями. Собираются, кто-то собирается по 10 человек, кто-то по 15, кто-то по 50. Если соберетесь ехать в организованный тур, с бронированием мест не тяните. По словам Анны, путевки на май разбирать начали еще в марте. А если все же надумаете ехать сами, пересмотрите еще раз путешествие с имбирской кругосветки. Больше трех лет наша команда колесит по Ульяновской области. И с каждым разом мы все больше убеждаемся в том, что интересного, красивого и неизведанного в нашем регионе еще очень много. И чем хороши майские праздники? Тем, что они только открывают туристический сезон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok